Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего второго канала, канала Аптека Рядом. Закончился рабочий день, устала, уже посижу немножко. Я сейчас и за фармацевта, и за заведующую в аптеке. Девочки ушли в отпуск, кто-то по болезни уволился. Ищем фармацевта. И последнее время, прямо, я не знаю, все женщины моего возраста, честно, как сошли с ума. Климакс, менопауза. Все интересуются, как у меня обстоят дела, как я борюсь с этим. И когда узнают, что у меня еще, я еще не вошла в этот период, начинают удивляться, говорить, как, у тебя и нету. Мы слышали, что у полненьких проблемы. Сегодня у нас болталка про климакс, про менопаузу. Как к ней подготовиться? Как отношусь к ней я? Этот канал, мало на нем подписчиков Аптека Рядом, больше смотрят мои знакомые, мои приятельницы, коллеги. То есть канал такой легкий, для женщин, кто занимается какой-то домашней работой, не обязательно меня созерцать. Можно мыть посуду и слушать, уборку делать и слушать. Ну, как желаете. А можно взять чашечку компотика, сейчас лето, прохладного напитка. Кто хочет немножко, может быть, шампанского или венца. И просто посидеть, послушать. Или просто послушать эту болталочку. Значит, тема климакс, тема менопаузы. На своем втором канале «Ваш домашний лекарь-аптекарь» я выпустила, уже записала видео, но оно пока не запустилось еще. Его проверяет YouTube. Сейчас что-то немножко ужесточили требования. В общем, еще не прошло проверку. И я его запущу в течение недельки, думаю, что оно выйдет. Больше всего, у меня одно письмо было задело одной женщине, что она написала, что «Что же вы все для мужчин, для мужчин, а немножко хоть для нас, для женщин? Мы же тоже подписаны на Ваш канал, мы же тоже ждем от Вас какую-то информацию». Ну что, давайте поговорим про климакс, про менопаузу. Как к этому готовлюсь я? У меня нет секретов поделиться, как я борюсь с этим делом. Я еще не знаю, что это такое. Но по рассказам, по различным представлениям, есть у меня представление, что такое климакс. И я к этому готовлюсь. Честно. Морально. Физически. Значит, я не скажу, что я боюсь этого состояния. Те, кто со мной сейчас разговаривали, кто еще подойдет. Я знаю, что сейчас вот наш возраст подходит к этому периоду непростому, многих пугающему. И все же спрашивают, что же я, как же я, что буду делать я. Я вам расскажу, как я готовлюсь к этому. Пока морально и физически. Морально как? Я вспоминаю еще, что говорила мне моя мама, моя бабушка. Бабушка говорила, что у тебя не переживай, будет все хорошо. Ты хорошо жила половой жизнью. Я вышла замуж. Замуж я вышла в 17 лет. Через три года у меня родились детки. В 19 с половиной первый сын родился в браке. Потом второй сын у меня родился. У них разница годы три месяца. Жила я регулярно половой жизнью. 32 года в браке в этом году. И бабушка сказала, что у тебя никаких проблем не будет. Но посмотрим, не знаю. У мамы были проблемы, потому что она была тоже в браке 37 лет. Потом они с папой что-то там под старость развелись. Сделали эту глупость. Но они хорошо не жили половой жизнью. Папа работал на очень вредном заводе. Он добывал уран. И курил очень сильно. Я так поняла, я не сильно встревала в эти дела их не. Но я поняла, что там были проблемы в сексе. И у мамы климакс тяжело проходил. Но он был не ранний. Он был тоже в нормальное время. В каком возрасте? Все спрашивают. Климакс. Ранний климакс – это 28, даже 25 лет я встречала такое. И до 40 лет. Это считается ранний климакс. Нормальный климакс – это 45-55. Мне сейчас, я не скрываю свой возраст. Я нагло довольна собой. Мне 48. У меня регулярно идут месячные. Месячные у меня неболезненные, нормальные, умеренные. Я постоянно посещаю гинеколога. У меня прекрасный гинеколог, мужчина. Гинеколог с большой буквы. Гинеколог-онколог. Рожка Сергей, если вдруг он меня смотрит, это прекрасный человек. Он заботится о том, чтобы я не вошла в климакс раньше, чем мне отмерено. У меня непростой диагноз. Этот врач меня спас от онкологии. Расскажу я как-то все-таки эту историю про рак, как мне поставили рак, что со мной было. В общем, этот врач меня спас. И он всячески помогает мне, чтобы мой климакс был физиологическим. Как он сказал мне еще 3 года назад, уже почти 4 года назад, что 5 лет я у тебя еще климакса не вижу. И вот его слова сбылись. Он молодец. Он дал мне много советов. Он меня оперировал. Он мне сохранил все мои женские органы. Хотя многим все удаляют с таким диагнозом, как у меня. Я живу до сих пор регулярно половой жизнью. Все у меня в сексе хорошо. Проблемы в браке у меня есть, как и у всех. Мой муж не само совершенство. Иногда хочется его прибить. Иногда хочется развестись. Пытаюсь развестись. Но как-то все не получается. Не знаю. В общем, живем. Если бы у нас еще в сексе не было все хорошо, то я не знаю. Наверное, это было бы... Может, там мне уже так и жарко. Ой, кондиционер уже выключила. Закончился день. Жду. У меня до автобуса еще целый час. И жду. Так что, как же я готовлюсь. Посещаю врача, лечу все свои заболевания. Стараюсь. Стараюсь. Ну, не веду я совсем здоровый образ жизни. Спорт. У меня даже нет времени, как ним заниматься. Вот сейчас, видите, работаю целую неделю без выходного. Стараюсь. С полдевятого мой рабочий день начинается до 8 часов вечера. Прихожу раньше, чтобы видео записать. Ухожу позже. Тоже вот запишу видео и пойду на последний автобус. Сейчас у нас комфортный автобус с кондиционером. Людей в это время мало. Так что вот так работаю. Хотелось бы заниматься плаванием. Прям мечта. Танцами. Танцами я буду сама заниматься опять, если буду так работать. Далее посмотрим, какой график будет, когда никого нету дома. Буду танцевать. Стараюсь кушать полезные продукты. Стараюсь не кушать после 6. Получается. У меня получается. Ну и все. Значит, все женщины, многие из моих коллег, не сильно следят за собой. А это очень плохо. И говорят, что так, куда, какой секс. Когда я говорю, что нужно заниматься сексом, говорят, какой секс. Во-первых, проблемы со смазкой, боль, дискомфорт, какие-то заболевания, какие-то выделения, какие-то запахи. Если это все происходит, у вас есть какие-то гинекологические заболевания, поверьте мне. Идите к гинекологу, обследуйтесь. Даже в этом возрасте у вас не должно быть запаха. Есть у нескольких женщин моего возраста, у аккуратненьких заходят, и прям чувствуешь какой-то вот честно старческий запах. Но хочу вам сказать, что она, женщина, может и не чувствовать. Обращайте внимание, даже спросите у своих близких, как от меня пахнет, как что. Потому что иногда действительно эти женщины аккуратненькие вроде бы, казалось бы, но они этот запах не чувствуют. В последнее время, кто пошел к гинекологу, не могут избавиться от инфекций по-женски. Есть у меня такие три знакомые. Носят стринги, девочки. Эти трусики не для каждодневного хождения. Носите обычные натуральные трусики. Вот эта резиночка, которая между проходит, она идет и до попы, и от клитора двигается, и до попы. Разносчик инфекции. Ну да, красиво ваша попа в них смотрится, там в брючках, в обтягивающем чем-то там. Но если взять здоровье, у вас такие диагнозы из-за этого, что это как у тех женщин, которые занимаются анальным сексом, бывают иногда. Серьезно говорю, не носите вы такое белье. Носите нормальное, дышащее, хорошего качества белье. Пусть это будут трусики. Одна моя знакомая говорит, чтобы я одела эти парашюты. Ну это твое здоровье. Носи стринги, и будешь постоянно болеть, и будут от тебя и запах, и выделение, и все такое. И мужчина, если он заметит у тебя запах, да ты ему ни в стрингах, ни без стрингов не нужна. Поэтому обращайте на это внимание. Значит, проблемы в сексе, если начинается там, то идут месячные, то не идут, то сухо, то не можешь подготовиться. Что делать? Во-первых, в аптеках есть уйма вагинальных смазок. Интимных смазок, любрикантов. Они есть на водной основе. Вот я уже делала видео, не буду повторяться, я размещу ссылочку, где я о них говорила. Используйте их. Если вы пойдете к врачу, вам могут назначить специально подходящую только для вас крем, смазку на лекарственной основе, где будут входить, например, прогестерон, если он вам необходим. Не нужно бояться этих препаратов. Там этих гормональных веществ вообще капельки. Это уже современные препараты. Не бойтесь онкологии. Онкологии от этого не будет. Используйте их. К врачам идите, к эндокринологу идите, к гинекологу. И не просто поболтать, а пройти обследование. Обследоваться. Врачей бояться не надо. Если что-то смущает, посетите одного, двух, трех. И вы сами сделаете выводы, что они вам говорят. Потому что, если все делать правильно в этом возрасте, никаких проблем не должно бы быть. Климакс – это состояние не болезни. Это физиология. Как была у нас беременность, как первая менструация. От этого не сбежать. Это время не перенесешь. Оно обязательно наступит. И все вот эти вот проблемы, их можно решать. Запах тела. Что делать? Носить качественную одежду. Легкую, приятную к телу. Дышащую одежду. Легкую, свободную. Чаще делать душ. Принимать в ванны. Использовать антиперспиранты, дезодоранты. Носите с собой фейер. Носите платочки с собой носовые. Используйте кондиционеры, вентиляторы. Стесняться этого состояния не надо. И у женщин бывает, и у мужчин бывает климакс. И тоже проявляется. Умный человек вас всегда поймет. А дурак пусть, ну пусть не понимает. Не надо общаться с дураками. Значит, что будет еще обязательно у вас происходить? Снижаться желание будет. Нестабильное настроение будет. Вы будете недовольны собой. Можете набрать вес. Будете очень хорошо замечать недостатки партнера. Наверное, вот это у меня еще климакс не начался. Но недостатки партнера я замечаю, ой, как сильно. Ну, давайте как-то учиться жить по-другому. Падает либидо, что делаем? Нету желания. Посмотреть какие-то фильмы. Научиться работать над собой. Заставлять себя. Ведь мы же с вами умницы. Мы многого достигли из-за того, многие из нас успешные женщины, мы достигли этот успех из-за того, что мы много работаем. Я, например, себя, сколько знаю, работаю, учусь, работаю над собой. Рано встаю, поздно ложусь. Но сейчас мы достигли многого. Наши дети выросли. Мы такие умнички с вами. Так что мы не поборем. Вот эти вот. Нету либидо. Будем пить какие-нибудь, например, вот как витамины полижен есть, да? Там состав есть. И женьшень туда входит. Посмотрите состав этих витамин. Египетский производитель. Прекрасные витамины. Они, я их одно время, случайно. Мы были на презентации этой компании и нам подарили по упаковке витаминов. Они очень дорогие. Там 12 капсул. Принимаются в первой половине дня. Примите их в обед. Увидите, вы не уснете, пока не займетесь сексом. Ох, как доволен был муж, когда я пила эти витамины. То есть много есть, что сделать, чтобы повысить желание. Настроение. Ну, женщины, мы капризны, как погода. Сегодня дождик. С утра дождик, в обед солнышко, а вечером прям ливень. Ну и с нами так само. Этим мы интересно, что мы не такие, как однообразные, стабильные. С улыбкой ушла, с улыбкой пришла. Ну, немножко понервничаем, немножко покапризничаем. Ну и что тут такого, что это смертельно? Нет, не смертельно, даже интересно. Значит, многие вот эти вот проблемы мы себе сами создаем в голове. Психологически залаживаем в себя свое плохое настроение. Работать над собой. Не нужно ставить крест на сексе. Наоборот, больше секса. Ну, не устраивает совсем муж, но раз мы с ним сколько живем уже. Уже менять, я не знаю, шила на мыло. Если честно, секрет от меня. Ну да, есть мужчины с большой буквы. К таким я отношу моего дедушку. Папа до этого не совсем дотягивает, хотя у меня был прекрасный отец. Ну вот, дед, это да, эталон, эталон мужчины. Еще знаю пару мужчин, которые, да, они хорошие семьянины, семейные люди. Ну, не всем же так везет. Но если мы прожили с мужчиной 30 лет и больше, да, если там у вас возникла, ай, какая любовь, с нелюбимым мы жить тяжело. Не надо этого делать, не надо себя заставлять. Но если у вас есть любимый до сердца мужчина, с которым, ну, от которого у вас бабочки в животе, в голове, все радужно, все розово стоит. А если нет, взвесить все за и против, то лучше синица в руке, чем журабль в небе. Поэтому мужчина нужен, это как волшебное средство для нашего хорошего самочувствия, чтобы нам не было плохо. Заставить себя заниматься сексом. Иногда устаем, хотя сколько мы будем уже пахать? Мы уже должны хорошо себя чувствовать. Мы должны уже работать с вами в удовольствии. Поэтому не надо так упахиваться, чтобы в возрасте 45 плюс умирать от усталости. Не нужно. Берегите себя. Всегда старайтесь быть в настроении, отдохнувшими. Если вы будете отдохнувшими, будете правильно питаться, красиво одеваться, высыпаться, следить за собой. Поверьте мне, настроение вам обеспечено хорошее. Вы будете уверены в себе. Меня вот бесят некоторые мужчины, которые вот я сейчас вышла в зал, и у меня уже можно хоть гарем делать. Разные есть. Да, есть и достойные люди. Разные есть. А есть такое придет, несчастное, и оно тебе еще комплименты делает, еще каким-то образом к тебе клеится. Хочется сказать, да посмотри ты на себя, как ты не боишься ко мне. Ко мне ты клеишься. Посмотри, некоторые вообще, я же, я высокая, крупненькая женщина, красивая. Бывает такое, посмотри, мы даже не смотримся, куда ты, на что ты замахнулся. А они вот так себя ведут. Поэтому берем с них пример. Я на это обратила внимание. Такие они уверенные в себе, а мы умницы, красавицы. И мы еще то стесняемся себя, то не уверены в себе. В общем, девочки, работаем над нашим состоянием, над нашим поведением. Значит, принимаем лекарства, ходим к нашим врачам, обследуемся, и чтобы наша косметичка не превратилась в аптечку, а от этого и наш возраст уже говорит о том, сколько нам лет. Если нам можно запивать таблетки шампанским, ну не буквально, я, например, я принимаю таблетки от давления постоянно. Две таблетки в день принимаю. Я принимаю в день три БАДа, витамины, женщинам, которые положены, 45+, коэнзим, Q10 принимаю, и дикий ямс сейчас пью. Я постоянно их меняю, но постоянно что-то пью. Еще я пью травы женские. У меня есть видео на моем канале. На втором домашний лекарь-аптекарь. Если не забуду, поделюсь здесь ссылки. Если что, найдите мой второй канал, кто не знаком с ним. Там более такие серьезные, медицинские темы разбираем. Подробно про травы рассказываю, что пью я. Даже есть, показываю, как я пью травы. Вот. Что делаю еще я? Стараюсь гулять. Если я выходная, я себя прям заставляю. Я раньше десяти, даже если я проснулась в шесть, в семь, я раньше десяти не встаю с кровати. Вечером стараюсь кушать в последнее время. Или яйцо скушать, если мне очень хочется. Или рыбу, или мясо. В общем, белок. Белок, какие-нибудь там орешки. Стараюсь питаться правильно. Гулять стараюсь. И заниматься тем, что мне нравится. Вот эти каналы сделала ваш домашний лекарь-аптекарь. Аптека рядом. Бывает, что напрягают, потому что пишут много комментариев, надо отвечать, надо делать видео. Но дальше дала себе слово, что буду только по настроению и не буду прям так упариваться в этих каналах в Ютюбе. Потому что заработка нету, поддержки практически никакой нету. Все смотрят. я разместила помощь каналу. Хоть бы один доллар, хоть бы на чай тот какой-нибудь что-то кто-то скинул. А ведь информацией моей пользуются, советами пользуются. Поэтому я буду только уже слово себе даю. Только вот по настроению размещать видео. в России меня смотрят 60%. Мужчины, подписчики на 90% и 90% мужчин смотрят первый канал, но пользуются, благодарят за советы. А особо я никакой, не то что особо, я вообще ничего не вижу, никакой благодарности за то, что я им помогаю. Поэтому буду в меру все делать. Буду все делать только то, что мне для удовольствия. и вам того же советую. Значит, идете к врачам, принимаете препараты, чтобы в вашей аптечке, как у меня, было два препарата, не в аптечке, в косметичке. А когда у вас все болит, и вы пьете от того, от всего, у вас действительно уже косметичка будет аптечкой. Дальше некоторые женщины говорят, да у меня такое прям отвращение к моему мужу. Да он меня бесит или мой друг, он меня бесит, этот мужик меня бесит, все они тупые, все они козлы, чаще такие выражения, но не смотрите, вы прям, прям все так плохо в ваших мужчинах. Ну найдите золотую середину, обратите на положительные стороны. Не нравится вам там поцелуи, там жим-жимочки, муси-пюси, сюси-мюси, ну не надо целоваться, обниматься, 20% женщин вообще не любят прикосновения. Сексом занимайтесь, нет оргазма, хотя сейчас, как это нет оргазма, да клиторный, влагалищный, уже заговариваюсь, конец дня, влагалищный оргазм даже в молодости не все могут ощутить, но клиторный-то всегда можно, говорите с вашим мужчиной, умный мужчина знает, откуда у женщины идет приятность, то есть оргазм должен быть, а если и его нету, если совсем так туго с этим, секс должен быть, от этого хорошо работают мозги, не будет Алицгеймера, кровообращение хорошо работает везде, там тоже, нервная система хорошо работает, психушек, депрессии не будет, дальше, иммунная система, нервная система, это системы, которые, если что-то там не в порядке, страдает весь организм, такие заболевания вплоть до онкологии, то есть секс нужен, секс необходим, обязательно, пусть будет плохой секс, если, у меня как с ним, а если у него не получается, а если у него не получается, в аптеке масса таблеток, если у него не получается, на моем втором канале ищите плейлист, важно для мужчин, покажите им, тыкните их носом туда, там мужикам, мои видео так нравятся, они все в улете, покупают таблетки, приходят меня, меня уже узнают, в транспорте, на улице, так иногда смотрят, где-то я вас видел, говорю, в аптеке работают, нет, 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 я начинаю вспоминать, то есть отошлите на мой канал, пусть смотрят, пусть покупают, и они дольше проживут, и вы дольше проживете, это действительно, долголетие, это радость, если так все плохо в жизни, включайте улыбку, у меня про улыбку тоже есть видео, или на том канале, или на этом, найдете, увидите, посмотрите, то есть все решаемо, все проблемы решаемы, мы, женщины, вот вступаем, да, в климакс, будет у нас меньше эстрогенов, но, может снизиться желание, но, то, что угасают горбоны, то, что женщина стареть, начинает, как бы, на удовольствие это не влияет, то есть красочные оргазмы будут, ощущения приятные будут, до 85 лет, доказано учеными, женщины могут получать приятные удовольствия и оргазм, даже множественный оргазм, то есть учимся жить, мы с вами учимся сейчас жить в новых обстоятельствах, к примеру, вот мы проходили в дверь, да, не наклоняясь, а сейчас у нас, допустим, как это называется, верхняя планка двери, ниже, ну, мы преклоним голову и все равно пройдем, но мы пройдем хорошо и будем снова так же улыбаться, немножко что-то обстоятельства изменились, но что нам, прям, 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 вот так вот страдать и ходить как клуши, превращаться в женщину с кошелкой, мы не будем, мы будем гулять с красивыми сумочками, в красивой одежде, подошли к одежде, наконец-то мы сможем с вами носить белые, белые брючки, белые юпочки, белые платьица, потому что не секрет, вечно у женщин, у здоровых женщин трусики всегда мокрые, не сухие, постоянные прокладки, потом еще эти менструации, а у некоторых они хорошо, что у меня, я знаю уже примерно, когда будут, а у многих, кто не ходит, не лечится к врачу, они даже не знают, когда у них может начаться эта беда и начинаем ходить в темной одежде, посмотрите, как одеваются женщины. Наконец-то мы теперь сможем носить светлые вещи, белые брючки, платьица, юпочки. Дальше. Это прекрасное время, время второй молодости. Наши с вами дети уже выросли, многие самодостаточные, многие только радуют нас. Дети не болеют уже, ни в чем не нуждаются, еще иногда и нам помогают, да еще как. Я смотрю по своим детям, по сыновьям, по невесткам. Благодарность. Алексей, Карина, Сережа, Аннушка, вы у меня великолепные, я вами горжусь, я знаю, вы будете смотреть это видео. У нас больше времени на себя. Гуляйте, берите вашего мужа, наряжайте его. Они мужики, ну такие они, ну шо с ними делать. И пользуйтесь ними, они до этого времени вами пользовались. Я знаю, что мой муж не будет это слушать, и многие мужчины до этого времени, если даже начали смотреть, не досмотрят. Радуйте себя, все делайте красиво, спите красиво, моетесь красиво, украшайте даже рабочее место. Вот мне подарили цветочки, дедушка один принес, не поверите, но какие они красивые, светлые пахнут, красные нет. Украшайте ваше рабочее место, все украшайте, украшайте себя, и живите себе на радость. Вы многого добились, хватит. Сейчас мы еще все можем, у нас все получается. И секс получается, все получается. Так шо ж мы тут уже клюв вешаем, да еще и раньше времени. У нас еще и климакс-то не начался, ну у некоторых начался, но как подготовимся, так оно все и будет. Предупрежден, защищен. Что еще мне вам посоветовать? Что сказала, что не сказала, вроде уже, если что тут не сказала, в тех видео сказала. В общем, женщины, меняемся к лучшему, следим за собой, живем, как мы мечтали, как нам хочется. Не получается где-то далеко путешествовать. Сейчас еще время такое печальное. Вот у нас на Украине идет война. Я так соскучилась уже за Киевом. Прям вот тянет. Думаю, ну там же Киев, он больше защищен. Ну поедем. Ну в общем, две квартиры у меня. Переживаю, не еду, не могу пока. Да, и не сильно, и семья отпускает. Нет. Но тут-то мы можем путешествовать, там, где мы живем. Да даже хоть на улицу выходите. Радуйтесь, радуйтесь. И смотрите мои видео. Я постараюсь делать для вас то, о чем я думаю. Пишите комментарии, я буду отвечать. Переходите на мой второй канал, ваш домашний лекарь-аптекарь. Там уже 47 тысяч подписчиков. Я даже не думала, что эти видео так зайдут мои, и так меня люди полюбят. Он такие комментарии пишут, теплые, и в Ютубе, и в соцсетях. И мужчины обижаются, что я не добавляю всех, друзья. Да вы что, друзья, посмотрите. Я считаю, что все равно там хоть должны быть те, кто хоть как-то мне знаком. Потому что, я не знаю в Одноклассниках, но в Фейсбуке знаю, что дружба ограничена, там какое-то определенное количество людей. Поэтому пишите комментарии. Делитесь тем, как вы живете. Дамочки, красавицы, барышни, 45+, делитесь советами, что вы делаете, чтобы жить счастливо и радостно, и долго. я поделюсь видео про климакс, которые последние у меня будут выходить на моем втором, вернее, на главном канале ваш домашний лекарь-аптекарь. Еще у меня полчаса, но не буду я возгрузить информацией. Буду прощаться с вами. Пишите комментарии, делитесь вашими советами. С вами была я, Елена, и ваш канал, кто подписался, аптека рядом. Пока!